Привет, с вами Сойер, и сегодня мы будем разговаривать про 16-ти ричную систему исчисления. Почему это важно? Да потому что, если вы хотите заниматься ассемблером, реверс инжинирингом, анализом двоичных форматовых данных, если вы хотите анализировать вредоносное программное обеспечение, так или иначе, вам придется разобраться с этим вопросом. И если вы будете постоянно использовать средства перевода десятичных значений в 16-ти ричные и обратно, например, какой-нибудь калькулятор, то это то же самое, что читать по слогам, будет отнимать огромное количество времени, и двигаться вперед будете крайне медленно. Поэтому самое оптимальное это научиться работать и понимать 16-ти ричные значения. И в этом видео я расскажу, как сделать первые шаги в этом направлении, а именно расскажу 10 основных значений в 16-ти ричном виде, которые нужно запомнить, простейшие арифметические действия по сложению и вычитанию, а также покажу наглядно, как преобразовывается 16-ти ричная система в двоичную. И да, кстати, почему выбрана 16-ти ричная система? Все дело в том, что 16-ти ричное представление наиболее просто преобразовывается в двоичное представление. И когда я это буду показывать, вы это поймете. К сожалению, например, для десятичного представления цифры с значением в рамках одного байта могут занимать как одну, так и две, так и три цифры. А вот для 16-ти ричного представления всегда можно ограничиться одной или двумя цифрами. Но обычно, если одна цифра, то все равно используются две цифры, где первая цифра это ноль. В общем, звучит довольно сложно. Давайте разбираться и начнем с того, что же является, что из себя представляет 16-ти ричная система исчисления. Почему она так называется? 16-ти ричная система исчисления – это система исчисления, у которой в основании лежит число 16. И если мы сопоставим десятичные и 16-ти ричные представления, то увидим, что после числа 9 для числа 10 введена отдельная циферка A, потом B, потом C, потом D и F. То есть это просто система, в которой после 10 идет не переполнение, а идет буковка A. А переполнение идет после цифры F. Таким образом, 16-ти ричная система исчисления немного сложнее. Например, таблица умножения в 16-ти ричной системе будет состоять из таблицы 16 на 16. И для человека бывает довольно проблематично сходу вот это все усвоить. Поэтому я предлагаю усвоить для начала 10 важных значений, которые крайне часто встречаются при программировании, анализе двоичных форматах данных. То есть есть такие числа, которые встречаются чаще других. И эти цифры следующие. Число 256. Это число больше одного байта. Да, ну видите, уже в 16-ти ричном представлении для него нужно 3 цифры. По сути это число, где идет единичка, а потом 8 нулей. По сути это переполнение. Да, вот эта единичка это переполнение. Дальше число 128. У него 16-ти ричное представление 80H. Это просто нужно запомнить. И еще интересный момент. 80H в двоичном виде это 1, 3 нуля. И в младшей части байта 4 нуля. То есть это число содержит единичку в самом старшем бите. И это по сути ровно середина байта. То есть это значение соответствует ровно середине байта. Байта. Дальше. Единичка начинает бегать. Она спускается по диагонали. И у нас появляется число 64, которое является числом 40H. 32, которое является числом 20H. 16, которое является числом 10H. Нетрудно заметить, что это умножение на 2. 16 умножили на 2 32. 10 на 2 20. Причем здесь умножение как в десятичном представлении. 20 умножили на 2, получили 40. Это 64. Умножили опять на 2, получили 128. 80. И вот здесь идет первая нестыковка. 80 на 2 это 160 в десятичной системе. Ну а в 16-ти ричной это 100. Запомнить эти числа достаточно просто. Запомнить их 16-ти ричное представление и двоичное представление. Следующая группа хороших интересных чисел это числа, которые получаются путем вычитания единички из предыдущих пяти. 256 минус 1 это 2F. И интересно их представление тем, что это все единицы в двоичном виде. 127 это 128 минус 1. И это 7F в 16-ти ричном виде. Вот пожалуй одно из самых популярных. И вот это одно из самых популярных значений. И опять же интересное представление в двоичном виде. Это по сути инвертированное представление вот этого значения. То есть на самом деле мы начинаем сюда выдвигать нолик. Единички вытесняются. И вот мы получаем 127, 63, 31, 15. То есть вот эти значения это значения на единицу меньше чем вот эти. И вот именно они встречаются достаточно часто. Очень удобно эти значения бывают использовать при битовых операциях. Бывает удобно битовой операции делать деление на 2. Когда мы сдвигаем в сторону на единичку. Вот поэтому вот эти цифры нужно просто запомнить. Это первые 10 цифр, которые вам нужно выучить, если вы хотите разбираться в 16-ти ричной системе исчислений. Дальше мы немножко поговорим о 16-ти ричной арифметике. Смотрите, я взял простой пример. Например, мы хотим взять и перевести число 20 в 16-ти ричное представление. Самое близкое к числу 20 в 10-ти ричное представление это 16. Разница в 4. То есть 16 плюс 4 будет 20. Мы знаем, что 16 это 10H. Мы это выучили к этому моменту. Следовательно, 10 плюс 4 это будет 20. Так как 4 у нас и в 16-ти ричном, и в 10-ти ричном представлении это остается четверкой. То у нас получается, что 10H плюс 4H это 14H. Очень просто. То есть 20 в 16-ти ричном виде это 14H. Дальше мы берем число 28. Самое близкое к нему это число, на самом деле, 31. Я бы взял, например, 32. Здесь уже как вам больше нравится. Ну давайте я взял в примере 32, можно было бы взять 31. Значит 20H. И здесь уже от 32 нужно отнять 4, чтобы получить 28. 20H минус 4H. Что здесь происходит? Когда мы отнимаем четверку, из нуля мы не можем, так же как в десятичном вычитании отнять. Мы занимаем единичку из двойки. Эта единичка равна 16. Поэтому на первой позиции у нас остается единичка. И заняли мы там единичку. 16 минус 4 это 12. 12 это C. Следовательно, 28 в 16-ти ричной системе это 1C. Теперь, как это все замечательно, когда мы начинаем работать с 16-ти ричной системой, ложиться на HEX редактор. Фишка в том, что у нас практически любую информацию выгодно представлять байтами. Один байт это два значения в 16-ти ричном представлении. Следовательно, мы можем открыть любой файл и представить их наборами из пары чисел. 1C например, 11, 02, 00, 1F, 1B. И каждая из этих пар это и есть 1 байт. Дальше мы можем совершенно свободно перевести 1B из 16-ти ричной системы в двоичную. 1B состоит из двух тетрад по 4 бита. Первое число, единичка, да? Единичка будет 001. А вот B это 11. А 11 в двоичном виде это 10011. Вот мы совершенно не напрягаясь, зная как представлены числа, ну или вот с 1F это вообще еще проще. 1F это 001, это мы перевели единичку. А теперь F. F это все единицы. То есть мы можем совершенно свободно переходить к двоичному виду, когда это нужно. И обратное тоже верно. Мы можем собрать из двоичного представление десятичное. Да, 4 единицы это F, а 0001 это 1. Например, если было бы вот так, то это было бы 3F. То есть мы можем очень быстро и просто делать 16-ти ричное преобразование в двоичное и обратно. И вот то, что я перечислил, да, вот эти 10 значений, базовая арифметика в окрестности этих чисел, то есть вы можете там 61 представить, 129 представить, попробовать посчитать. Далее умение преобразовывать каждое десятичное значение от 0 до 15, 16-ти ричное. И вот каждую буковку представлять в двоичном виде. Да, ну и циферку тоже. То есть если вы научитесь, запомните, вот преобразование к двоичному виду каждого 16-ти ричного представления, вы очень легко сможете читать и быстро понимать определенные вещи, связанные, например, с битовыми масками, с битовыми сдвигами и так далее. Вот с этого стоит начать. С этим стоит ознакомиться и автоматизировать. Поначалу кажется, что сложно, но как только вы начнете сделать, и первый шаг, и начнете с этим немного работать, дальнейшие шаги будут идти уже как по маслу. То есть начнете понимать, что есть определенные закономерности, есть такие же необходимые знать таблицу сложения, таблицу вычитания, таблицу умножения для 16-ти ричного представления. Но это уже будет в процессе работы автоматизироваться гораздо проще. Начать я вам рекомендую вот с этого. Знаю, что урок получился довольно сложный. Знаю, что это не очень весело учить, но тем не менее очень надо. Опять же, если вы хотите заниматься низкоуровневыми вещами, если вы фронт-энд, бэк-энд разработчик, естественно, можно об этом даже и не думать. Но это был канал Sawyer. Спасибо, что слушали. До свидания.